МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который вызвал немалый интерес у наших телезрителей? Ну, наверное, во-первых, масштабом. А вообще мы узнаем этого 9 сентября, потому что главными организаторами данного фестиваля являются все-таки Крым и Ялта. Крымское телевидение. Мы занимаемся трансляцией. Также предоставляем наших артистов, чтобы они достойно выступили на этом фестивале и представили нашу страну, как она талантливая. Да, естественно. Наши белорусы вообще всегда хорошо выступают. Они привозили только призовые места. А ты, наверное, же лично знакома и с Анастасией Немо, да? И с Анастасией Шеверенко. Что ты можешь сказать? Что я могу сказать? Хорошо готовиться? Достойный президент. Достойный. Саша Немо у нас уже опытный артист, который достаточно принимал участие в различных международных фестивалях. Анастасия Шеверенко молодая, ей надо набираться немножечко опыта, но все-таки фестиваль – это и есть опыт. Поэтому мы везем белорусскую красоту, мы везем талант, мы везем опыт, и все вместе это сложить. Я надеюсь, что это будет победа. Но вы уже готовы полностью? Да, готовы. Ребята уже подобрали все песни, уже идут активные репетиции. Более того, Саша Демо уже уехал в Крым на гастроли. Откуда он вернется в Ялту к нам, чтобы участвовать в фестивале? Съемочная группа телеканала СТВ отправляется уже на следующей неделе, поэтому мы пакуем чемоданы. Анастасия Шеверенко здесь репетирует до последнего и вылетает к нам перед фестивалем. А почему именно телеканал СТВ? Почему именно у нашего канала такой интерес к этому фестивалю? Во-первых, фестиваль «Восточный базар» – это телевизионный конкурс. Во-вторых, мы очень хорошо, наш телеканал дружит с телеканалом в Крыму. У нас давняя дружба, мы общаемся, и вот они нам предложили обменяться видеоматериалом, мы на это согласились. Ну а в-третьих, почему бы белорусскому зрителю не посмотреть, как наши артисты выступают в международных конкурсах, не поболеть за них, а телеканал СТВ предоставляет, я считаю, что уникальная возможность увидеть, поболеть, поддержать как-то, и потом, когда они приедут с победой, вместе отпраздновать. Самое время посмотреть сюжет о наших участниках. Совсем скоро в Ялте начнется 8-й международный телевизионный конкурс эстрадных исполнителей «Восточный базар». Ежегодно, начиная с 2006-го, Беларусь – страна-участница этого форума. В этом году нашу страну представляют сразу два исполнителя. Популярный привет Саша Немо и молодая артистка Анастасия Шеверенко. Как проходят предконкурсные дни участников, узнаем вместе. Доброе утро! Мы как раз вовремя. Мы заканчиваем пробежку с моим питомцем Цезарем, и как раз едем на репетицию. Вы с нами? Анастасия Шеверенко – студент, будущий юрист. 20-летняя певица на большую сцену впервые вышла во время проекта нашего телеканала «Крутые ребята» в 2008-м. Тогда она получила приз зрительский симпатий за исполнение песни Лары Фабиан «Жетем». А в 2010-м Настя принимала участие в конкурсе «Белорусские корни» в Паланге и заняла первое место. Но пропуском на «Восточный базар» стала другая победа – на фестивале «Новые имена». Были, конечно, недочеты. То есть она еще была молоденькая совсем. То есть как раз такой, можно сказать, переходный возраст, когда человек созревает, когда у него какие-то свои ощущения жизни, свои ощущения вокала. И как раз вот это тот благоприятный момент, с которого, взяв то, что есть у человека, у вокалиста, можно дальше развивать, когда действительно у него есть благоприятная почва. Девушка пишет стихи, увлекается рисованием. Кстати, эскизы всех концертов и костюмов создала сама. Музыкальные ориентиры для Насти – творчество Бейонсе, Уитни Хилстон и Стиви Уандера. Однако на очередном конкурсе будет исполнять романсы. Я буду исполнять две композиции. Одна – она слова Максима Богдановича «Понад белым пухом вишню» и песня «Белая земля» автора слов и музыки, которая является Марина Филиппова. Песни лирические, песни, которые, я думаю, мне подходят, песни, в которых я могу показать лирический образ именно белорусской девушки. Я не задавала себе лично внутри вопрос, все-таки, будет ли победа или нет. Для меня сейчас важна подготовка, я концентрируюсь именно на этом. Настя – красивая девушка, блондинка, такое олицетворение Беларуси. И я не сомневаюсь, что на таких серьезных восточных мужчин, которые находятся в жюри, Настя произойдет неизгладимое впечатление. И это тоже наш маленький секрет, это наше оружие. Потому что мы едем защищать честь страны. А пока Настя разрушает стереотипы о блондинках, Саша Немо активно готовится к гастролям по Крымскому побережью и одновременно к участию в Восточном базаре. Времени на подготовку артиста не так много. Сейчас часть песен просто аранжируются. Те песни, которые мы предположительно сделаем новые в своем репертуаре, и часть песен, точнее все белорусскоязычные песни, просто репетируются, вспоминаются, дабы уже ориентироваться, может, скорее всего, на местных. Уровень фестиваля требует ежедневных репетиций. Но Саша Немо к таким нагрузкам не привыкать. Восточный базар, как считает артист, площадка скорее для презентации национальной культуры каждой страны участницы. Тут уже хотелось бы к своему зрителю обратиться и попросить, чтобы так тоже сильно не критиковали, если что, скажем, за место, которое мы займем. А то, что мы будем делать, мы будем делать с полной ответственностью и с полной отдачей, потому что по-другому быть не может. Представлять свою страну на международном уровне не надо, в первую очередь, достойно и на сто процентов. На мой взгляд, Саша Немо – это один из немногих белорусских артистов, которые способны в незнакомой атмосфере, в незнакомой стране, среди публики, которая его не знает, их порвать. У зрителей телеканала СТВ есть отличная возможность попасть на этот праздник песни. Юлия Копылова, Андрей Зарецкий. Утрость, друзья, хорошего настроения. По-моему, прекрасно видно, как наши артисты готовы, с настроением. Абсолютно не волнуются, на позитиве, уверены. А какие сюрпризы будут в телетрансляции? В телетрансляции будут вести наших трое потрясающих ведущих. Это Юрий Царев, Антон Мартыненко и Нина Богданова. Они будут в прямом эфире рассказывать о участниках, которые принимают участие в данном фестивале, а также, я надеюсь, шутить, веселиться и болеть за наших артистов. И, кстати, на международной сцене будет работать наша ведущая, Ирина Хануни-Карамбальская. Такова традиция фестиваля. Но мы все говорим про 9 число, про финал, а зрители телеканала СТВ могут следить за фестивалем, начиная уже с 7-го. То есть с 7-го, 8-го и 9-го будут выходить дневники, а далее 9-го числа в 22.30 уже финал. Совсем-совсем скоро. Спасибо, Настя. Исчерпывающие информации не пропустите. 7-го, 8-го дневники, а 9-го уже финал. Но я напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас была продюсер проекта «Восточный базар» в Республике Беларусь, Анастасия Гузель-Ганиева. Настя, спасибо, что нашла время в своем графике, заглянула к нам. Нам остается только ожидать начала «Восточного базара». Привези нам хорошее настроение с Ялты. И солнышко, и солнышко. И восточные сладости. А давайте еще привезем к Побе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова